Это Вести Утро Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенджева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Черкесске без осадков ветер западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 17-19. В нашей студии встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Азамат. Доброе утро. Благодарю тебя за то, что ты пришел к нам сегодня в гости. И я поздравляю вас с тем, что... вашу команду, с тем, что вы вышли во вторую лигу. Я надеюсь, ты попозже нам объяснишь, что это такое. Ну, вообще, для начала я хочу спросить, как ты пришел в НАРТ? Я знаю, что ты во многих командах в нашей стране работал. Ну, как пришел... во-первых, хочу поприветствовать всех, всех жителей, всех, как сказать, жителей нашей республики, всех тех, кто у экранов. Пришел в НАРТ, я узнал, что создается команда, как бы, но узнал я это раньше. Позвонил, в общем, руководители НАРТа, позвонили, связались со мной. Спросили мое, заинтересован, не заинтересован ли я вернуться. Как бы я в этот момент находился в Краснодаре, играл за другую команду. И, как бы, я без особых разумий, как бы, сразу я сказал, как бы, что заинтересован. После уже набрал главный тренер, новый главный тренер, потому что еще на тот момент не было тренера. Набрал новый главный тренер. Мы с ним пообщались. Он выразил свою заинтересованность. И, как бы, я ему ответил, что добро. Я хочу вернуться домой. Я играл по всей стране, ну, во многих клубах. Но в Черкесске, что пока карьера моя еще не закончена, это как шанс, как шанс моей жизни сыграть у себя дома. Потому что и возможности не было сыграть. 23 года здесь не было вообще. Не то, что футбола какого-то, профессионального футбола не было. Как вам удалось выйти во вторую лигу? Первым, кого хочу поблагодарить, это главу республики Рашида Борисповича Тимрезова. Без него вообще этого всего, как бы, ну, и не было бы. И никто бы никого не собрал, никто бы ничего не создал. Благодарность огромная от всей команды. Я думаю, от всех жителей КЧР. Вы видите полный стадион. По полстадиона приходит куча детей. Все рады, все счастливы. Также хочется выразить благодарность руководству футбольного клуба «Нарт» за короткий срок создали команду в лице Алибека Джагафаровича, нашего президента. За короткий срок удалось собрать боеспособный коллектив. Хочу выразить также благодарность нашему тренеру. Потому что тренер тоже очень многое решал. Это очень сложно было. Я сам как футболист, много где поигравший, знаю, что создать команду за 2-3 недели – это практически нереально. Создать ее можно, но создать боеспособную команду, которая будет решать какие-то задачи – это очень-очень сложно. И как бы без хорошего, сильного тренера это практически невозможно сделать. Так что вот так вот, как бы, если вкратце. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Конечно, я желаю тебе новых побед и всей вашей команде. Спасибо тебе. Спасибо вам тоже. Всего доброго. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...